Ставрополь Опыт опреснения воды и возделывания сложных территорий, сложных почв, для нас тоже очень интересен, для Ставропольского края. Здесь бы, конечно, сотрудничество было бы помещено. Ставропольский край является большой базой для высшего образования в Российской Федерации. Сегодня порядка 5,5 тысяч иностранных студентов уже учатся в Ставропольском крае. Мы бы рады видеть представителей Катара в наших институтах. В селе Арбельяновке достроили фельдшерско-акушерский пункт. Медучреждения и местные жители смогут проходить профилактические осмотры и получать первую помощь, сообщили в региональном Минздраве. Здание оснастили мебелью, электрокардиографом, анализаторами уровня глюкозы в крови, холодильником для хранения медикаментов и другим оборудованием. Работы провели по краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения. В Хуторе Беляеве продолжается ремонт трехкилометрового участка дороги на улице Пролетарской. Сейчас там укладывают последний слой асфальтобетонного покрытия. Параллельно устанавливают бордюры, знаки и пешеходные ограждения, сообщили в региональном Миндоре. Работы проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Жителю станицы Марьинской соцконтракт помог завести личное подсобное хозяйство. На государственные средства фермер приобрел 800 цыплят-броллеров. Комбикорм, поилки, кормушки и ветеринарные препараты сообщили в региональном Министерстве труда и соцзащиты населения. В планах у мужчины реализовывать мясо, а вырученные средства вкладывать в развитие хозяйства. Поддержка граждан ведется в рамках реализации нацпроекта «Демография». Субтитры создавал DimaTorzok Демография Субтитры создавал DimaTorzok